Я записывал, и в малом зале Маринки-2, зал Прокофьева на 120 человек, мы включали эти колонки и демонстрировали звучание. А запись вот его, которую он дирижировал. И тем самым мы выявляли недостатки в тракте. Потому что тракт огромный, начиная с микрофона. Попробуйте, разберитесь, когда запись делает кто-то один, колонку делает другой, в середине третий. В данном случае весь тракт контролирую я. И делаю на философском таком уровне. И реализую это уже технически. Соответственно, маэстро сделал заключение, что достоверность абсолютная. Надо работать над точкой выбора микрофона, потому что от этого зависит количество ребераций, объема зала. Находить баланс. Вот, например, как с Маном Леско. Там же оркестр в яме, люди на сцене. Притом глубина сцены 12 метров. Они там перемещаются и поширение. Соответственно, а как? Все на два микрофона. Если возьмем старую многомикрофонную технологию, то звук выездит пятнами. Слишком близко будут инструменты. Звук оркестра должен сформироваться. Для этого нужно работать только двухмикрофонной техникой. Раньше это было невозможно, потому что аппаратура была недостаточно высокого разрешения. Сейчас мы создали все нужные компоненты, поэтому можем работать из одной точки и записывать оркестр. Микрофоны где устанавливаются? Пять. Вот в данном случае с Маном Леско, в Большом театре, это пять метров над головой дирижера. А там яма широкая, сама по себе. А они размещены были? Нет, они вот как у нас уже. Пару микрофонов, да. Типа искусственной головы. Так, предлагаю, прежде чем вернуться к опере, послушать проект Козлов и группы Арсенал. Знаете, такого сэкспориста. Вот неплохо вот эта композиция записана. Послушаем ее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!